Вскоре, после моего ухода из фирмы «Мелодия», мне захотелось вспомнить годы, проведенные среди интересных и забавных людей. А сейчас, когда уже прошло более десяти лет, я отметил собственное пятидесятилетие и решил сделать сам себе подарок. Это ведь действительно были неплохие годы. Как сказал поэт, какое время было, блин! Какие люди были, что ты! О них несложно, блин! Зато остались анекдоты. То, что вы услышите, это небольшие истории, которые действительно происходили со мной, моими друзьями и окружающими. Как говорят, покажите нам голую правду, крупным планом и желательно под музыку. Я надеюсь, что большая часть из упомянутых в этих рассказах люди умные, они не обидятся на меня. Но остальные, тут уж это их проблемы. Слава Богу, я дожил до таких лет и убеждений, что могу позволить себе говорить то, что думаю, общаться и работать только с приятными людьми. Правда, как замечательно пошутил Генин, если человек не обиделся на вашу шутку, значит, у него есть чувство юмора. А если обиделся, значит, он понял ее смысл. Ну, а чтобы вы не очень заскучали, я попросил прочесть эти записки замечательного артиста, горячого мной, любимого, Всеволода Абдулова. Итак, начнем. В первый мой приход на завод «Грамзапись» мне очень понравились охранники. Один из них, плотно сбитый, пожилой дядя Коля, на мой вопрос о том, как пройти в конструкторский отдел, почесал голову, а потом радостно объявил «А, лаборатория!» На третьем этажу по колидору и, подумав, добавил «Разъебай!» Ни одного слова не выкинешь. Потом мы подружились, особенно занятно было во время ночных дежурств. А тогда на всех предприятиях в дни праздников, помимо охраны, оставляли дежурных из числа руководящих сотрудников. Сидеть в секретариате у телефона надоедало, и я спускался в будку охраны послушать байки и соображения о нынешней говенной жизни. Помню историю дяди Коли о милиционере, повадившемся вечером приходить в цех грампластинок, якобы для контроля, и выносившего каждый раз при этом изрядное количество продукции. В очередной раз он заглянул в будку и, обращаясь к дяде Коле, достав бутылку у портвейна, спросил «Стаканы-то найдутся?» Налив дядя Коле и дядя Женя, тоже легендарный охранник грамзаписи, он сказал «Ну, так я в цех». Они только пожали плечами, а на выходе дядя Коля загородил менту дорогу, тот был с толстой стопкой пластинок, с вопросом «Кудыть, мил человек?» Тот аж потерял дар речи. «Да ешь, да бутылка, да...» Дядя Коля хладнокровно показал ему на налитые, но нетронутые стаканы. «А мы пили твое вино, а? Положку вот, суды и иди по-хорошему, а то твое начальство вызову». Милиционер только плюнул и как ошпаренный выскочил на улицу, а дядя Коля со словами «Порядок должен быть!» взял стакан и, чокнувшись с дядей Женей, выпил с чувством глубокого удовлетворения. Вообще, в конце 70-х чувство глубокого удовлетворения пронизывало все газеты, телевидение, театры. Всех нас сплачивали овощные базы, полетзанятия, гадания насчет прогрессивки и 13-й зарплаты. Не забуду поездку в Ригу на семинар по оборудованию для аудиокассет. В поезде мы с Евгением Бецковым, моим замечательным другом, сопровождали интеллигентного инженера-итальянца, господин Пирага стал впоследствии президентом уважаемой фирмы Тейп Матик, и молодого нахального наладчика-англичанина. Последний, испытывая вначале чувство превосходства, заявил, «А у меня машина Феррари», на что Евгений Иванович резонно ему ответил, «А у нас метро пять копеек». Англичанин не сдавался, «А летом я отдыхал на Канарских островах». «Ах, Женя бил мощно, а у нас метро пять копеек и газеты две копейки». К полуночи, после очередной бутылки, англичанин был согласен на ничью. Но утром Евгений добил его. Мы с похмелья собирали вещи. Поезд уже въезжал на рижский перрон. Наших соседей по купе мы практически не видели. Вечером мы вели дискуссию в купе иностранцев, они ехали в купе одни. Так вот, Евгений Иванович, увы, не обнаружил своей андаторовой шапки. Кому-то из соседей-сотечественников она, видимо, приглянулась. Наблюдательный англичанин на перроне, указывая на голову Евгения, спросил «Вэхохат?». Мотнув похмельной головой, Женя гордо сообщил «Да, ну ее, у меня шапок много». Шапка стоила дороже месячного дохода всей семьи. Да и достать такую в те времена было, ой, как непросто. Но, ну, знай наших, англичанин был сражен. Возвращаясь к дяде Коле, хочу вспомнить период перемен на заводе. Близилась Олимпиада 80-го. В Москву стали наведываться звезды и диско-музыки. Мелодия стала закупать лицензии. Бонни Эм, Абба, Глория Гейнер – все это было в новинку. Воровство на заводе приобрело повальные размеры. Руководство решило бороться. В заводских пропусках начали ставить разные штампики – птички, звездочки. С одним из них можно было проходить в цех пластинок, с другими – в типографию или на склад. Директор указал, что если печатник не сможет пройти к пластинкам, а присовщик не попадет в типографию, где печатались конверты, порядок будет восстановлен. Но надо знать наших людей. В подвале котельной, куда доступ ограничен не был, присовщик оставлял десяток грамм пластинок, а на следующий день оттуда же забирал 20 соответствующих конвертов. Кстати, пластинки выносились с завода обычно на животе. Один из просвещиков мне признавался – когда я выхожу без десятка пластинок на пузе, у меня ощущение, что я иду без штанов. Правда, во время дежурства дяди Коли многие не рисковали с выносом, потому что он, душевно улыбаясь, стучал ладошкой в грудь проходящему – «Как дела, мил человек?» И затем по спине со словами «Ну и иди, отдыхай». Некоторые выносили пластинки на спине. К этому могу добавить, что уже гораздо позднее, в конце 80-х, когда «Мелодия» готовилась к производству компакт-дисков, мне поручили прочесть лекцию работающим в цехах. Я начал сообщение, что компакт-диск – это носитель информации диаметром 120 миллиметров. Слушающие особо не реагировали. Тогда я достал живой диск – маленький блестящий кругляшок. Вот это вызвало явное оживление. Присутствующие хлопали себя ладонями по груди и животу, пытаясь определить, сколько же дисков там можно будет рассместить. Новая продукция вызвала всеобщее одобрение. Вынести за один раз можно было много. Но вернемся к громпластинкам. Как только был определен тираж Бонни-М и Аббы, директор принял еще более мудрое решение – отливать пластинки на двух соседних автоматах, а напротив них усадить охранника. Как самому бдительному, это было доверено дяде Коле. Я захожу в цех, надо было заэскизировать какую-то детальку. На табуретке сидит дядя Коле и обращается ко мне. «Вихтор, шо за хренатень? Приса работает, а пластинок нет эти». Дело в том, что как только на шпинделе накапливалось 20-30 пластинок, прессовщики подходили к дяде Коле прикурить или чем-то громыхали в другом конце цеха. Под эту лавочку со шпинделя снималась половина дисков. И через 20 минут все повторялось снова. Дирекция потерпела еще одно поражение. За словами «директор», «дирекция» скрывается несколько сменившихся за мою работу на заводе персонажей. Один из них – Анатолий Александрович Мазин. Типичный пример одного из типов руководителей того времени, бездарность которых компенсировалась чиновничьими ухватками. На завод он был отправлен в почетную ссылку с должности главного инженера управления фирм. Приведу здесь блестящий эпизод, поведанный мне Юрой Гориным, бывшим главным механиком фирмы. На «Мелодию» должен был приехать владелец фирмы «Аудио», миллионер, чье оборудование использовалось на огромном количестве фирм. «Господин Гельфанд, он кое-как добрался до Тверского бульвара. Машины не нашлось, а потратить пять рублей своих денег на такси господину товарищу Мазину скорее удавиться». По окончании переговоров Мазин решил порадовать гостя. Обратился к Горину. «Юрий Николаевич, достаньте коньячок». Юра, открыв обшарпанный шкаф, увидел бутылку с остатками сомнительного коньяка и несколько замусоленных рюмок. «Анатолий Александрович, там нет коньяка». Юра аккуратно попытался намекнуть главному инженеру. «Ну как же это нет? А это что?» И с гордым ведом Мазин вытащил все это добро на стол. Зрелище не для слабонированных миллионеров. Вот в бытность Мазина в управлении фирмой мы и познакомились. Тогдашний директор завода Чепотарев вызвал меня и сказал «Подбери напарника, надо помочь главному инженеру фирмы оформить диссертацию». И добавил с улыбкой смысл, который я понял позднее. «Он в долгу не останется». Я предложил Диме мацнилу. «Заработаем. Если не деньги, то пластинок подкинет». В те времена сотрудников управления продавали фирменные пластинки. Работать пришлось вечерами. Всю остальную халтуру, всякие курсовые и контрольные, а этим мы и поправляли незавидный инженерный доход, пришлось забросить. Когда графики были готовы к обводке тушью, Мазин предложил раскрасить их в красно-синее-зеленые цвета. Мы с Димкой переглянулись. Такого мы что-то не встречали. На наши робкие замечания диссертант ответил. «Ничего, ничего, так красивее будет». Но красивее не получилось. Через три дня после показа всего этого своему руководителю, Мазин подъехал вечером к нам в отдел, брякнул рулон на мой стол и, не смущаясь, объявил. «Придется все переделать, только черный цвет». Еще через несколько дней все графики, в которых будущий кандидат в наук, мягко говоря, плавал, были перечерчены. Встречу господин Мазин мне назначил почему-то в метро. Дима остался на заводе в ожидании меня и преминальных. Мазин подошел ко мне на Горьковской, взял рулон с чертежами, буркнул «Спасибо» и ушел. На обратном пути я купил два пузыря, чтобы загладить свою вину перед Димкой, и вечером под водочку мы высказали все, что думали об этом говнюке. К концу вечера мы сошлись на том, что он вышел в люди, но человеком так и не стал. Прошло много лет. Дмитрий Николаевич Мацнев стал директором Большого завода. Мне тоже довелось порулить в этой жизни, но этот урок мы усвоили навсегда. Нельзя быть жлобом и жмотом, особенно с людьми, которые зависят от тебя и с которыми тебе еще не раз придется общаться. Ну что ж, поговорим о чем-нибудь более веселом. В год празднования Тысячелетия Крещения Руси Патриархия разместила большой заказ на мелодии. Должно было выйти несколько пластинок и один комплект в сувенирной картонной коробке. В один из дней в наш конструкторский отдел ворвался Женя Волков с криком «В цехе попы червонцы раздают!» Действительно, служители Патриархии в рясах прошли в цех, тут даже дядь Коля не смог противостоять, и со словами «Ужо вы, ребята, постарайтесь!» одаривали прессовщиков в цехе червонцами. Под эту раздачу попал и Женька. Поскольку в то время на червонец можно было купить две бутылки русской, да еще и на закуску наскрести, весь мужской состав дунул в цех. Но попы, как выразился коллега, уже переместились на склад готовой продукции, где сувенирные альбомы должны были запаковываться. И тут выяснилось, что картонные коробки еще не готовы, отпечатали лишь наклейки, а в картонных коробках лежали мемуары Леонида Ильича «Целина». Ситуация была критической, но наши ребята на складе и тут нашли выход. Со словами «Выкидывай этого мудака!» они освободили коробки от целинных рассказов, быстро наклеили поверх церковной бумажки и уже через час заказ был удачно сдан. Еще один эпизод, связанный с грампластинками. Среди тех, кто менялся или спекулировал онами, бытовало убеждение, что самые качественные выпускаются с чернобумажными этикетками, якобы это первые оттиски с матрицы. Потом ценились красные и синие, а худшими признавались пластинки с белыми и розовыми этикетками. Разубедить в этом было нелегким делом. Одно время я даже носил в кармане кусок бумаги. С одной стороны она была черной, с другой красной, а применялась в зависимости от наличия краски в типографии. По красной или розовой печатали черным, по черной и синей серебром. Когда я демонстрировал это, местные знатоки в клубе филофонистов удивлялись, кивали головой, да, поняли, как это делается, но заканчивалось почти всегда одинаково. Отойдя в сторону, они все равно спрашивали, а все-таки нет ли у вас диска с черной этикеткой? Два слова о стихийных рынках тех лет. Нынешняя молодежь вряд ли поверит, что еще 25 лет тому назад попытка купить, продать или обменять пластинку могла привести к весьма печальным последствиям. Характерная картина тех лет. Цветной бульвар напротив цирка. Воскресенье. Толпа из нескольких сотен людей колышется. У кого-то в руках списки пластинок, у кого-то сами диски идет обмен, продажа. Но все крутят головой по сторонам. Возможно, облава. И вдруг вся толпа срывается и бежит. Картина напоминает что-то из передачи в мире животных. Антилопы убегают от львов. В качестве львов менты из местного отделения милиции. И как в Африке львам, им удается схватить несколько филофонистов-антилоп. Далее протокол, изъятие дисков, бумаги на работу или учебу. Лишение премий. Иногда исключение из комсомола, даже из института. Нынешним посетителям горбушки или митина такое и в кошмарном сне не приснится. Вспоминая одного сорокалетнего, уже сидящего типа по кличке «таксист» из-за характерной кепки. Он регулярно обманывал меня. Подсовывал царапанные диски, уверяя, что они не стучат. Вспаривал Индию и Югославию вместо фирмы. Но я, как кролик к удаву, каждый раз шел к нему. А он радостно кричал. Старичок, но ты надул меня в прошлый раз. Даже не знаю, как с тобой меняться. Давай сегодня по-честному. И все повторялось сначала. В какой-то степени это стало сценарием большой части моей жизни. Сколько раз я наступал на одни и те же грабли, подложенные одними и теми же обманщиками. Как замечательно, сказал Леонид Шибаршин. Нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Но можно дважды сесть в одну и ту же лужу. Но вернемся к персоналиям мелодии. В отличие от господина Мазина, генеральный директор мелодии Сухарада вызывал, да и сейчас вызывает у меня чувство определенной симпатии. Конечно, его высокое комсомольское прошлое наложило нестираемый след на образ жизни и мысли. Но у меня это скорее вызывает улыбку, а не раздражение. Однажды мне довелось поучаствовать во встрече с японцами в неформальной обстановке. Пятеро представителей мелодии уселись напротив пятерых японцев из накомичи. Сухарада сидел напротив маленького сухонького вице-президента фирмы. Я, как самый молодой и незначительный член команды, сидел последним напротив молодого улыбчивого японца. Владимир Васильевич поднялся с налитой стопкой грамм на 70 и провозгласил тост за развитие отношений между Советским Союзом и Японией. Не дав японцу отдышаться, не то что закусить, Сухарада налил еще водочки и произнес «За укрепление отношений между фирмами накомичи и мелодии». После этого, глядя на японцу, шарящего вилкой и закатывающего глаза, Валерий Васильевич в третий раз наполнил стопки и со словами «За здоровье лично господина Ямосита» заставил того допить до дна. После этого, позеленевшего японца подхватили и на продолжительное время увели. Ну а господин товарищ Сухарада только начал разминку. Одним словом, не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Еще один забавный случай. На заводе должны были выпустить 10 тысяч виниловых пластинок Юрайхип. На конвертах крупно красовались физиономии всей пятерки. Ну а мы в эти годы печатали конверты с благостными лицами Толкуновой Иву Ячича, состоящими по стойке Смирна, самоцветами и прочими ВИА. В понедельник утром, когда только начали упаковывать пластинки в конверты, доброжелатели с кличем «Что же это делает?» отвезли конверт Сухарада. А в это утро Валерий Васильевич был сильно не в духе. Может, голова болела почему-то. Все это вылилось в крик «Да что же за рожи такие немедленно переделать?» Тираж конвертов пустили под нож. На новых, рыжих, однотонных конвертах виднелись пять маленьких звездочек. Порядок был восстановлен. Но все же сутни две-три конвертов печатники, рискуя как партизаны, сохранили. Иногда я достаю из своей коллекции этот диск и улыбаюсь, вспоминая все это. Есть один глупый анекдот. Гарри выкрасил своей кобыле ноги в зеленый цвет. Друзья-колбои спрашивают «Гарри, зачем?» «А вот я приеду в салон, найду Мэри, она спросит «Почему у твоей кобылы ноги зеленые?» А я в ответ «Кстати, пойдем перепихнемся!» А когда Гарри подъехал к салону, вышла Мэри со словами «Давай перепихнемся, ковбой!» А кстати, почему у твоей кобылы ноги зеленые? К чему все это? Надеюсь, поймете. В этот понедельник, не знаю, как у Валерия Васильевича, а у меня она болела по разным причинам. Производство компакт-дисков началось. Наши наставники, шведы и немцы, разъехались. И на меня, как на начальника производства, навалилась масса проблем. И именно в понедельник мои ребята меня порадовали. На пятитысячном тираже какого-то диска, на этикетке из двух завитушек, синий и белый, по которой черным писалась информация по программе, забыли напечатать белую. Слева одиноко маячила синяя. Тираж на выброс предстояло неприятное объяснение смазенным. Я махнул пятьдесят грамм, и тут, как и положено, меня осенило. Надо ехать к Сухарада и убеждать его, что новая этикетка лучше утвержденной. По дороге в управление я наворотил целую кучу обоснований. Здесь были и консультации с друзьями-дизайнерами, и ссылки на моду, на симметричные построения, и много-много всего еще. Самым последним, и, как мне казалось, самым малоубедительным, было то, что требуется меньше краски. Приблизившись к столу генерального, я молча выложил на стол два диска с утвержденной этикеткой и с нашим браком. Валерий Васильевич с минуту разглядывал, потом усмехнулся. Это же экономия краски! Да и не так оляписто, молодцы! Не знаю, как сухорада, а я в тот день выпил еще и не пятьдесят. Победителей не судят! Эпиграфом к этой части может служить шутка Жванецкого. Алкоголь в малых дозах безвреден в любых количествах. Вообще, пили на фирме и на заводе много, хотя, наверное, не больше, чем по всей стране. В большие пьянки превращались технические советы, семинары, совещания, особенно, если они проводились в Баку, Тбилиси или Прибалтике. Там, конечно, пили благородные напитки, а вот непосредственно на производстве не брезговали и техническим спиртом, выделявшимся на протирку головок и направляющих магнитофонов. Крайне редко мне доводилось видеть наяву эти операции. Зато настоящий кассетчик, то есть человек, имевший отношение к производству и тиражированию кассет, должен был носить в кармане большую скрепку, с ее помощью определяли трение ленты в кассете, точнее, чем импортными приборами, и должен был уметь выпить полстакана спирта без закуски. Непременным участником всех упоминавшихся мероприятий был Гурам Двалишвили с Берийской студии, поражавший нас способностью выпивать огромное количество вина непьянее, умением разворачиваться на машине через любые сплошные линии и проезжавшим на красный свет любые перекрестки со словами «Это не тот красный». Агиль Эфензиев, мой хороший друг, который знал о кассетах все, кроме одного, как их делать качественно, на Бакинском заводе, из того левого дерьма, что приходилось использовать. Мы с ним фехтовали скрепками и мяли кассеты, совсем как те преферансисты, которые лукавя объявляют, что забыли, когда последний раз играли. Однако один из них, взяв колоду объявляет «Не хватает одной карты». «Семерки», добавляет партнер, взвесив колоду в руке. «Семерки, пик», уточняет первый. Обычно это заканчивалось фразой Агиля. «Сейчас будем немножко шашлык кушать». И нас с Евгением Ивановичем везли в какое-нибудь удивительное место, где столы ломились от сетрины, фруктов и водки. И мы еле выползали наружу. А еще были неспешные прогулки по Бакинской крепости, ночные купания в море. Были случаи, когда нас еще мокрых и соленых от морской воды, слегка пьяных, привозили и сажали в самолет, и через три часа мы были в скучной Москве. Та верхушка мелодии, которая колесила по Штатам и Европе, даже не подозревали, что выигрыши были, пожалуй, мы, не выездные. Позже стал появляться эстонец Роберт Лепексон, умный и спокойный парень, блестящий водитель, друживший с лучшими гонщиками Прибалтики и консультировавший вычислительный центр университет. По достоверным слухам, впоследствии он стал министром в эстонском правительстве и вывел республику на пятое место в мире по экспорту цветных металлов, доказав, что талантливый человек талантлив во всем. Кстати, во время одной из наших командировок он сказал нам с Евгением сауну на 26 этаже гостиницы в Таллине было две классных по тем временам гостиницы Олимпия и Виру. Мы стояли голенькие перед огромным от пола до потолка затемненным поляризованным стеклом. Весь город был как на ладони, а под нами виднелся республиканский комитет КПСС. Кто-то из нас предложил, а давай помашем, но понятно, что не рукой. Было приятно положить на это заведение и в его лице на всю руководящую силу и вдохновительницу наших побед. Ну, пожалуй, на этом можно и закончить. Мы уже прошли путь от охранника дяди Коли до Пушкина, подтвердив, что от смешного до великого один шаг. Все рассказанное предназначено только для моих друзей. Если найдется хоть один положительный отзыв, то я для этого благодарного слушателя, ну и для себя, конечно, накатаю продолжение. Потому что жизнь идет и что-то забавное происходит ежедневно. Эти записки были готовы к чтению, но сегодня утром, услышав в телефонной трубке вопрос о том, какие диски и программы есть у меня для продажи, я перечислил несколько, в том числе и диск Сергея Довлатова. Он что, запел? Услышал я и решил, что человек с чувством юмора. Тот на полном серьезе продолжал. Это интересный проект. Я хотел еще раз повторить название «Десять лет без Сережи», но понял, это бесполезно. Человек знает, запели все, поет Аркадий Арканов, поет, если это можно назвать пением Жириновский, поют все. Почему бы не запеть Сергея Довлатова? С того света, наверное. Так что не все так плохо, как кажется, многое гораздо хуже. Ну а пока здоровья вам и удачи, мои хорошие. Ваш Виктор.